всем привет дорогие друзья всем привет 5 суббота друзья суббота вечером мы очень устали с айханом очень много работали на этой неделе и сейчас субботу вечером просто чтобы чуть-чуть отдохнуть не ехать домой в общем вышли попить кофе ну и может быть что-нибудь снимем интересненькое поэтому это будет просто влог а просто о вечере в Аланье по вечерам мы с айханом очень любим пить кофе и пришли в старбакс я люблю латте наше кофе готово вот мы взяли кофе сейчас покажу вам что тут происходит на центральной улице в общем ничего особенного суббота вечер народ постепенно собирается сидеть в капешках гулять а мы идем на набережную айхан айхан как дела хорошо 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 айхан herkes сурюр сенаден русский оранмирусин русский оранмирусин о кола да друзья айхана есть транслейт это я поэтому зачем ему учить русский да кстати многие спрашивают почему айхан не учат русский но не хочет человек это знаете как я не люблю готовить не хочу готовить айхан не хочет выучить языки мне нравится учить языки то что например нравится делать ему не нравится делать мне поэтому никакой обязанности хочет не хочет не учит все очень просто кому-то языки даются трудно кому-то не нравится их учить мне Они даются легко, поэтому я учу их очень быстро. Айхан не хочет. У вас есть вопросы? Я не могу говорить о том, что я учусь. Я не могу говорить о том, что я учусь. У Айны. Поэтому у всех свои интересы. Самое главное, друзья, знаете, что в жизни? Позволить другому быть тем, кем он хочет быть. Быть другим. Не хочет учить, не учи. У него много других интересов. Поэтому я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, почему Айхан не хочет учить русский язык. Ну, а сейчас мы идем на набережную. Ну, а сейчас мы идем по направлению к набережной. Очень много здесь опять котиков. Котейки. В кошачьем домике. Черная пантера. Сиях пантер. Посмотрите, какой красавец. И посадили здесь, видите, вот такие буеничи чечеклят. Посадили новые цветы, желтые, друзья. Посмотрите, какая красота. И все коты бегут к нам, друзья. У нас нет еды. У вас же есть там еда. Все коты. Здесь очень много. Отдыхают. Котейки. Вот такие вот совсем маленькие ребятки. Очень много маленьких котяток. Вот такой вот он кошачий домик. Живут они все вот там внутри. У них там есть и пить, и кушать. Этот домик построила Мэри Аланьи. Всякие разные домики. Ну и выходит сюда гулять. И, конечно же, клянчить у людей. Попрошайничать вкусняшки. А вот он туристический поезд, на котором вы можете покататься по всей Алане. Стоит он 7 лир и катает вас по городу целый час. Идет он от набережной. Нужно пройти в самый-самый конец до Красной башни. Там он останавливается. Кстати, на этом поезде не катались еще? Все, как-то собираем. Яран Бенлиметрян. Все, завтра точно покатимся на этом поезде. Наверное, вечером, чтобы было все красиво. Ты футбол любишь? Да. Да? Очень. Очень? Какая команда? Команда? Фенербахче. Фенербахче? О, Фенербахче. О, Фенербахче. О, Сэн Дональда. Доллар, гюрёр, гёзлер, бёль, фенербахче. Здесь пригоняют, кстати, вот такие вот автобусики с аксессуарами, формой, футболками. В общем, совсем-совсем разных футбольных команд. Сейчас здесь есть Фенербахче. Айхан, вы ени формула? Ени формула, но эскина, в детишек. Айхан, это еще есть бейсболки. Ходи Это баскетбол Буя не моды Эхан Мери шапку О, классная Привет, чувак без Альсана Какая шапка? Сколько стоит? 59 рублей Сколько стоит? 39 рублей 40 лир Не очень дешево Это все лицензионные вещи Например, 40% Скидки Сколько стоит футболки? 129 лир А здесь футболка стоит 89 лир И вот такие футболки Стоят 45 лир В общем Не очень дешево А вот набережная, друзья Прямо перед самым заходом солнца И посмотрите, сколько народу в море Это просто супер Посмотрите Очень много Продают мидии с лимоном Я никогда не пробовала Если пробовали, пишите Вкусно это или нет Также есть Кукуруза На углях Или вареная История На углях Достаточно Вкусно Я слышу Крым Аааааааааааааааааааааааа Друзья, а еще я пришла на улицу из куст, и милая девушка продает здесь вот такие вот магниты, представляете, вы можете привезти из Турции. Вот такой вот магнитик, очень уникальный и красивый подарок. Ну и, конечно же, если вам понравилась эта идея, я могу рассказать про эту улицу и про то, какие еще подарки можно купить здесь и привезти из Турции. Очень мне нравится эта улица из куст. Вы знаете почему? Потому что здесь продаются просто уникальные вещи, а еще здесь можно познакомиться с очень интересными людьми, которые создают эти вещи. Представляете, у каждого своя история, свой путь, как и почему они занимаются созданием вот такой вот красоты, ручной работы. И я думаю, что нам нужно сделать отдельное большое видео. Если вы хотите такое видео, то напишите в комментариях, я вас познакомлю со всеми этими рукодельниками. А еще знаете, что мне нравится в Турции? То, что можно общаться с совершенно незнакомыми людьми. Вот мы пришли, сели на лавочку, и там сидел еще один мужчина на другой лавочке. И буквально через 5 секунд Айхан с ним уже стал болтать о футболе, о море, о погоде. Ну, а я пошла снимать. Поэтому даже с незнакомыми людьми в Турции можно пообщаться обо всем. И вот это вот, кстати, самое классное. Это очень важно. Ты никогда не будешь чувствовать себя одиноким ни на улице, ни в автобусе, нигде. Даже в очереди все стоят и разговаривают. Поэтому здесь и классно жить. А еще, если вы хотите, могут нарисовать ваш портрет по фотографии. Насколько я знаю, стоит он, по-моему, 50 лир. Нет, 50 евро. В общем, не знаю, цен не знаю. Подходите, смотрите. На Аланье постепенно опускается ночь. Набережная оживает. И загорается много огней. Крепость уже подсвечена. Ну, из моих видео вы видели, как это все выглядит ночью. Суббота, вечер, воскресенье. Будет очень много народу. Все гуляют. Вот там вот расположены дискотеки. И вот такая вот татуя, которая иногда шевелится, если ей кинуть монетку. В общем, вот так вот выглядит набережная. Сейчас уже, кстати, не так жарко. Днем было выше 40. Вот там что-то смотрит. Днем было выше 40. Сейчас уже прохладненько. Ну, особенно вот в таких моих рубашечках. Прям супер не жарко. Ну, немножко влажно. Ну, а мы постепонечку идем по направлению к дому. Днем я, вы гидрёшь? Я ваша. Друзья, помните, в прошлом видео я вам показывала места, которые закрыли из-за того, что продавцы и официанты приставали к туристам? Что я имела в виду под приставанием? Я имела в виду хамство, настойчивые предложения посмотреть магазин, хватание за руки и так далее. В основном всех штрафуют и закрывают за хамство. И вчера на рынке, представьте, на пятничном рынке, где продают фрукты и овощи, также было одно место вот так вот огорожено. И было написано, что тот, кто арендовал это место, оштрафован на 10, по-моему, на неделю или на 10 дней. В общем, не поймите неправильно, не за приставание, а за хамство, которое получается впоследствии вот этих вот приставаний. Улица, бары постепенно оживают. Но сегодня, кстати, футбол, поэтому народ, наверное, соберется смотреть футбол. В общем, постепенно все выходят на улицу, гулять, отдыхать, спустоваться, кушать. Ну, в общем, проводить классно выходные. Вот опять уже знаменитая улица Тыкв. Ну и на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Прощаемся с вами из жаркой Аланьи, с улицы Тыкв. Желаем вам всего хорошего. Прилетайте, приезжайте в Аланию. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. В общем, мы устали, идем домой. И до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»